Дом 2 Дом 2 Дом 2 Дом 2 Наташа Павлова и Саша Нелидов стали мужем и женой. Других ребят это заставило задуматься, насколько крепок их союз и готовы ли они связать свои отношения брачными узами. Тем более, что накануне распалась самая крепкая пара Степана и Алены, которые не выдержали испытаний совместного быта. Степан сейчас очень неуютно чувствует себя на проекте и много конфликтует. Накануне свадьбы он поругался с невестой и не изъявил желания присутствовать на торжестве когда-то близкого друга Саши. А по приезду всех в лагерь поссорился еще и с Алексеем. Дом 2 Дом 2 Дом 2 Дом 2 Дом 3 Дом 2 Дом 1 Дом 3 Дом 2 Дом 2 Конечно, ты больше времени с Аленкой провождаешь сыты ей, а вроде бы как с Юлькой. Это вообще такая фигня. А как ты решила патин проект? Давно решила. Даже трижды относила свои анкеты. Первый раз год назад. Потом, позже, осенью, прошлого года. И вот в этот раз в мае уже пошла, отнесла. Такая мечта, знаешь, как прям. Я об этом мечтала так, как, наверное, в детстве ни о чем не мечтала никогда. Столько хотелось. У меня еще так сердечко бьется не по-детски сейчас, знаешь, что за все переживаю. Страшно уйти сегодня. Я бы хотела, чтобы у вас что-нибудь получилось. С Юлькой? Нет. С Аленкой? Да. У нас уже все получилось. Все дальше продолжалось. Я бы тоже хотел. Просто мне нравится, я уважаю. Уважение, это серьезное вещество. Я знаю, что боюсь. То, что Стега будет провоцировать скандал с ней, а я в любом случае с ней заступлюсь. Ну, потому что он будет провоцироваться. Но, если она не будет, то они вам обращают внимание. Он не будет к ней. Нет, нет. Смотри, если он ей скажет, да пошла ты, там, кур, там, еще чем-то, я не буду молчать с ней. Просто нужно довести до определенной кондиции, чтобы он так все повел. Помнишь, мы с тобой ругались? И пока мы с тобой ругались, он ни слова не сказал. То есть, если бы еще чуть-чуть грубее там было, да, то есть, там, по нарастающей, да, он бы мне просто сказал, что давай отвень, короче, и все. И все, заткнись, иначе не нормально будет. Я, как бы, на него зла за это не держу. То есть, он прав в той ситуации был? И в этой, и в той? Ну, он прав, ну, реально он прав. Без всякого. Я не думаю, что, как бы, здесь какое-то личное отношение, и нашел момент, чтобы там... Нет, ну, да. Все по-большому, мальчик, зачем он это? Но приведение в целом, он ничего не устраивает. Да? Конечно. Нет, я там не против, ради бога, соленой теськи отношения, ради бога. Ну, просто так все довести по-хамски. Я все по-хамски. Ну, конечно. А ты нет. Так я уже на тебя реагирует. Да, и он мне нравится, хорошая девушка. Так ради бога, я не против. Хочешь строить с ней отношения, так строй. Нет, может быть, возникнет мысль, что я там ревну или что-то такое. Нет. Я знаю, что он тебе безразличный. Как у тебя с Степой дела? Никак? Нет. С тобой, когда... Ну, блин, я не знаю. Даже, знаешь, Я понимаю, с одной стороны, что его сейчас особо не трогать и нельзя. Ну, что я сейчас буду с напором, потому что он только расстался, и я не верю, что он ее не любит, понимаешь? Любит он ее, как бы она плохая для него не была, и ему не казалось, что он что-то ему встал, свое мнение навязывает. Все равно он ее любит. Да, просто вчера так дурачились-дурачились, и за вечером такое, короче, говорит. Мне никто не нужен. Но и ты, и я, ну... Нет, пока так. Все время, все время. Послушай. Сейчас твоя жизнь сформулирована. Угу. Давай. Оставим все как есть. Это красный чай, нету. Да, спасибо. Пускай будет так, как он, и все. Просто видели на судьбе. Видишь, что ты в чем делаешь? Ты очень сильно меня стесняешься вообще. Я не стесняюсь тебя. Я не стесняюсь. Я не стесняюсь. У меня просто, как бы, как садится. Ну, скажи, как есть, как чувство. Просто, ну, нет никакого, как бы, знаешь, такого, не то, что безразвития, просто нет никаких эмоций к тебе. Ну, вот видишь, это еще раз подтверждает то, что... Тем более, это доказано, вот, говорят, как же ты так смотришь, типа, у вас строятся отношения, вы там, он там с Аленкой, я говорю. Если бы действительно я хотела бы и было бы желание, да, у меня быть с Аленкой, я бы, конечно, как-то реагировала. Но мне, честно говоря, все равно, что ты с ней, что ты с кем-то, меня как-то вообще не засыпляет. Ты говоришь о том, что... Это что мы в России? Да. Вот и все. Говоришь. Да. Порто фортуны де градцес. Молоча. Почетку. Мне, говорит, как-то безразличие, какой-то равнодушие в душе себе, говорит, будут какие-то чувства, я бы, говорит, хотя бы ревновал это. Она сейчас сказала вообще такие слова, это были слова взрослого человека. Я говорю, ну, это еще раз говорит, то, что мы с тобой друзья. Она такая, да, то есть, если бы я хотел, я бы предпринимал какие-то действия. Но так, как я это делал, у меня, говорит, ну, внутри нет. То есть, ну, ревности даже нет. Просто ты переживал, что она тоже может расстрелиться. Ага. Все, все, все. Чувствую себя сейчас очень хорошо. Ученок влече, просто. Животное. Да. Да. Самое прекрасное. Серьезно. Самое широкое. Сейчас Алена дает предпочтение тебе. Да, и она мне нравится. У вас будут какие-либо отношения, как ты думаешь? Ну, я буду всячески пытаться, чтобы они были. Я думаю, что да. Добрый день! Итак, в доме остаются готовить и убираться Леша и новенькие Марина и Альбина. Степа Меньшикова я назначаю прорабом. Поэтому он всех забирает своих малышей и голышей. На стройку вводим. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем делать лестницу в нашем новом строящемся доме. Поэтому нам нужно для лестницы делать ступени вот из этих хроматурин. Этим занимается Рома и Давид. Сэм, Настя, девчонки. Вот здесь вот под лестницей есть камни, которые надо убрать. Вот здесь вот как спускаетесь по этой досочке, туда можно их и скидывать сейчас сразу же. Ладненько? Все понятно? Да. Давай, за любовь, за удачный разговор. Леша, у меня к тебе такой вопрос. Как долго ты еще собираешься обманывать ведущей на тататах, говоря о том, что у тебя строятся отношения с Юлей? У меня, по-моему, у ведущей может вспомнить, что что-то не так. Я не обманывал тебя. На тот момент, действительно, когда мы с тобой разговаривали в прошлые разы, у меня строились отношения с Юлей, и даже намек не был на то, что как-то у меня получится с Аленой. А настоящий момент что? Настоящий момент, да, то есть мы испытывали симпатию друг к другу. С Юлей или с Аленой? С Аленой. Ты веришь, что у Степы не осталось никаких чувств к Алене? Да, верю. Ты думаешь, что действительно все прошло? И у Аленки тоже? Да. И это проходит с каждым конфликтом. Скажи, пожалуйста, сейчас Алена дает припочтение тебе? Ну да, мне так кажется. Я так думаю. Да, хочется. Ты ей нравишься? Да. И она мне нравится. У вас будут какие-либо отношения, как ты думаешь? Ну, я буду всячески пытаться, чтобы они были. Я думаю, что да. Девочки, солнце, Настя, Юля, идите мерить ноги. У нас конкурс на самые длинные ноги. А откуда меряем? От звезды? От звезды? Давай я. От какого момента? За какого, точнее? За куда меряешься? До космички. Так. Может, не надо? Метр и пять сантиметров. А, нет, простите. Девяносто пять. А меня? Девяносто пять сантиметров. Солосочка, пожалуйста. Он мне досюда мерил. Извините, мне тогда тоже вот досюда меряйте. Метр. Сколько это метр и пять? Метр и пять. Меня, метр и пять. Меня меряй. Я, как у тебя? Метр и пять. У Юльки-то у них один, а у меня метр и два. Ну, три сантиметра. Ну, мой рост поменьше. Тогда бы мы были не проплесаны. Метр и семь сантиметров. Метр и семь. Метр и семь. А-а-а. У нас приношу. Самые длинные ножки у нас сегодня, Алёнушка. Поздравляю. Спасибо. Не боишься разочароваться в Алёне? Нет, не боюсь. Я думаю, что я не разочаруюсь с ней. У меня охота верить. Смотри, вот Степан, в принципе, миролюбивый. И он, общаясь с Алёной год, не выдержал. Почему? Ведь она такая хорошая, по твоим словам. Просто он гаист, наверное, в некоторых моментах. Он видел себя, то есть, как бы, выше её. Хотя она пыталась сделать всё, чтобы он действительно почувствовал себя мужчиной. Но Стёпа, он, знаешь, как тебе сказать, охарактеризовать его? Он властный человек. То есть, он хочет, чтобы всё было всегда по его. А выступать всегда надо уметь. Всё. А чё это такое? Вот это чё за палка? Вот объясни мне. Вы чё опять намерили-то? Ром, ты как намерили? Через плечо. И вот это вот. Как это возвращается? Нормально намерили. Два только вот это, последние, ты неправильно поняли. Опять четырнадцать намерил в сантиметрах. Да? Надо ногой прыгать, да? Да, одной. Ну, чё, да, Ладьвич? Чё делать-то дальше? На третий, только не наступать. Один, один дроссот должен быть. Теперь туда? Да. На пять, да. Девочки, не держаться. Да подождите, дайте привыкнуть туда. Альбина, цель твоего приезда на проект Дом-2? Вообще, приезжала к Юре, но узнала об этом, что его выгнали только здесь, перед воротами. Юры, нет, конечно, я здесь никого не влюблена, безумно сейчас, естественно. А не безумно? Конечно, нравится. Кто? Больше всего, но пока нравится Степа. Степа, да, чем? Чем? Ну, мне вообще всегда нравился, как человек, мне нравился то, что он такой вот стебун и вообще всё такое. Мне нравятся такие живые. Думаешь, есть у тебя шанс построить какие-либо отношения со Степой? Ну, почему-то нет. А все иди на свадьбу рассказывайте. Хорошо! Великолепно! Ну, рассказывайте подробно какие-нибудь яркие моменты. Свадьбу проходило как будто бы в каком-то американском фильме. Да. То есть, где бассейн, природа, там шарики, всё настолько красиво это. Вот на самом деле, как из фильма, там, «Сбежавшая невеста» или что-то ещё, и много народу. И не все сидят за столом, а кто-то общается там у бассейна, кто-то гуляет, кто-то танцует. И неограниченное пространство, то есть оно не замкнутое. Кто что хочет, то и делает. Мне, допустим, было весело очень. За столом я посидела, ну, максимум 15 минут и всё время остальные нагуляли. Потому что там было очень красиво. У меня было очень хорошо. Деда с двумя девчонками узнал про их житьё-бытьё. Мы сидели, отдыхали тоже. И они мне обо всей своей жизни рассказывали. А можно тебе задать вопрос? Давай. Ну, тебе Марина понравилась? Нет. Почему? Ну, потому что не понравилась. А друг, а друг, а ну, а кто интереснее? Да у меня неинтереснее. Мне вообще, по большому счёту, вообще по барабану. Мариш, мы вчера так не успели с тобой поболтать, так мы ехали на свадьбу, да? Но я так была, ты приехала к Стёпе, правильно? Правильно. Скажи, пожалуйста, у тебя вчера была возможность с ним пообщаться? Да, он остался с вами. Ну, разочаровалась Стёпе или нет? Не то, чтобы разочаровалась. Я не в Стёпе разочаровалась, но каким человеком не представлялся, таким он, в принципе, ну, такой он и есть. Вот, я люблю мужчин, там, несколько хамоватых таких. Ну, он лёгкий, он хороший. Дело не в этом. Дело в том, что он просто вчера реально сказал, что ему никто не нужен. Мне больше понравилась Марина. Мы вчера, когда приехали, мы с ней очень долго разговаривали, как бы, этот человек мне приятен, и общаться мне с ней интересно. А Аля, она как только пришла, вот, у меня как-то, ну, я не скажу, что негатив к ней, но неприятна она мне. Сегодня ещё и свои манатки сложила, извините, мне на мои полочки. И говорит, а куда мне положить, агутясь в тумбочках. И теперь она мне вообще не нравится, я даже с ней не хочу разговаривать. А я вчера хотел спать, я прохожу, и у меня на постели лежит она. Альбина? А я пришла, что спрашиваю. Почему непонятно? Давид? Я хочу спросить у Сепа. Не, она мне просто призналась, что ей очень нравится Давид, и он будет очень тронут, когда увидит тебя спящим на этой кровати. А Ромке кто понравился больше? Марина. А тебе? Марина. А тебе? Мне тоже Марина понравилась больше. Как тебе кажется, Сепа продолжает любить Алену? И поэтому ты считаешь, что шансов у тебя нет? Мы все разговаривали с Аленой, да? И она, хоть она и говорит, что это всё, там больше ничего не будет, что она уверена в этот раз, что это всё. Мне кажется, что она лукает. Или, может, она сама ещё что-то не понимает, что она по-моему вернётся. Марина, скажи, пожалуйста, смысл того, что ты останешься сейчас на проекте, каков? Это фортуна. Вот на самом деле фортуна. Если Алена оставит Сепу, да, и если он поймёт, что есть во мне что-то, что может его привлечь, тогда отношения наладятся с самим собой. Следующие мои серьёзные отношения, я вам сейчас сто процентов заверяю, что я за этого человека выхожу замуж. Завтра уже. А поехали когда-нибудь на свидание съездим? Да. Только на дружеское. На дружеское. Я вступаю только на дружеское. Потому что тоже не могу. И всё? А что, это мало? Да. Я не хочу, чтобы ты мне была другом. Искренне этого не хочу. Ну и врагом, чтобы была, не хочу. Очень важен интерес женщины к тебе. Вот первый хотя бы, первый шаг. А потом ты всё сделаешь, всё возьмёшь в твои руки. Вот, ещё вот, на зоне чувствовалась родственная душа. Я люблю по химии. Вот я чувствую её грудь, я, ну, грудь, смесь, не прямом смысле, да? Ну, души. Дыхание, всё, да. Вот я по химии люблю. Волосы, всё, всё, кожа. Не обидеться, чтобы было красиво, я просто моя, чтобы было. Вот моя родственная душа. Пока нет таких. Душа в душе называется. Для этой жеробликов до душа вышли. Если у тебя будут дети, ты их как назовёшь? Я сыном зову в честь отца. Ну, и как? Герман. А дочку? Я знаю, что у меня будет мальчик и девочка вообще. Ну, я думаю, хочу мальчику больше. А дочку назову. Ну, естественно, будем вместе, понимая, это решено. Ну, как ты хочешь сейчас, Паш? Как хочу. Есть имя такое. Лана. А у меня девушку будут звать не Лана, а мальчика Матвей. Я уже давно решила. Матвей-то, наверное, немножко ни одного Матвея в своей жизни не знаю. Вообще ни с одной, не помню. Давай мне твои Матвей. Это не что-то такое, Матвей, если я хочу ребёнка называть Матвей. Ты был женат? Нет. Ну, так в гражданском браке, не жил? Да. Жил сколько? Пять лет. Ну, я четыре. Четыре года? Ну, это срок. Да, конечно. А вы почему расстались? Значит, это не любовь, это уже просто издевательство друг от друга. Ну, когда просто уже живёте столько лет, или надо жениться и создавать семью, или расстаться. Ну, вот. Я сейчас, ну, я не понимаю, что такое жизнь, краза, там, практически десять лет, или пять лет. Я тоже не понимаю. Нужно или жениться, или что-то. В этом-то и была проблема-то основная. Я как женщина хочу детей уже, да. Я хочу нормальную семью, я хочу, значит, вот. Ну, то есть, мне надо жить и чувствовать, что я живу с человеком, что я живу для него, что я рожаю на детей, боже, ну, это прекрасно, это. Когда от меня мужчина этого не хочет, я этого перестаю понимать и воспринимать вообще. Ты платишь? Я была, а чё? Ну, ладно, перестань. Это просто обидно, да, это было. Если я мог бы плакать, я просто не мог бы плакать, я бы тоже заплакал бы тогда ещё, когда я её потерял. Я просто был молод и глуп. А-а-а! Чего? А-а-а! Мамочка! Она тебя ужалила? Да! Меня ужалила пчела, это дура! Где? Не знаю, по ноге где-то. Убей её, пожалуйста! Где я её убиваю? Она умрёт всё равно сейчас. Ай, мамочка, как больно, как больно! Где? Да вот тут вот! Давай высосу жалу. Да какой высосу жалу? Мне больно! А что, она жалу сюда там оставила? Да, честно, не найдём. Офигеть, как мне больно! Кошмар! Ну всё, отрежем по колену тогда. Блин, я её сейчас убью. Подожди, где она? Ну, Лёш, не надо меня. Она умирная. И тишина. Давай, Натусик, в дом зайди. Тяжёлые носинки. У меня тоже. А ты положи здесь, поставь. Бородулька! Вот, а ты приехали! Торт вчера забыли. Тортик забыли. А ты костюмчик не сливаешься? А ты крепнет? С вчерашнего дня. Привет, дорогая. Смотрю, она счастливая. Ну, как выше жена поживает? Здравствуйте. Ещё раз. Хорошо поживаем. Как вы-то сами. Серьёзно. Как ночь любви. Здравствуйте. Ночь породулька. Супер. Не у греха не уезжает. Да, да, нет. Да, уже никак. У греха как у породов. Созаконно и под Богом. Серьёзно под Богом рот. Нет, под Богом будет, когда мы помещаемся. А, когда помещаемся, да. Ну, пока не перед законом. Да. Давид, пошли переставим полено. Разрешили? Да, разрешили. Ты думаешь, что для неё смысл вот в этом брёвнишке? Да. Она, короче, сказала. Именно в этом брёвнишке? Именно в этом брёвнишке. Она говорит, я с этого места никуда не переседу. Я говорю, послушай. Не место, а вот с этого брёвно? Да. Я говорю, послушай, ты с этого брёвношка никуда не пересядешь. То есть мне надо брёвношку будет перенести вон туда. Я говорю, я не хочу, что ты... А может, ты сам переседешься? Нет. Потому что всё в порядке. Давай попробуем. Только, я надеюсь, что этот человек будет хороший. Алёна, а если как бы, ну, бывший человек станет следующим? Саша, я сказала, что следующие мои серьёзные отношения, я вам сейчас 100% заверяю, что я за этого человека выхожу замуж. Вот я прям, нет, ну серьёзные отношения, не за первого встречного, а вот я провстречаюсь с ним, и вот только я пойму, ну это что, это надолго как бы. Всё. Алёна, ну уйди, ну пожалуйста, ну я тебя прошу, пожалуйста, а? Что? Что ты делаешь? Я тебя прошу, Алёночка. Ну уйди. Ну пожалуйста, скажи, что ты делаешь? Ну уйди, ну уйди. Какое красивое на тебе бельё. Спасибо. Ну, можно? Сделай мне чай, пожалуйста. А что ты ей делаешь? Сделай мне чай с лимончиком. Так, во-первых. Алёна, ну пожалуйста, ну... А что вы делаете? Ну Алёна! Ну пожалуйста, ну может, ну послушай, сделай мне чай, пожалуйста, или Давиду. Мне лучше. И Давиду тоже. АПЛОДИСМЕНТО АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чтоб пошел бы домой пешком, чтоб до ниточки весь промок. Спасибо. Буду рядом с тобой идти, что-то тихо тебе шептать. И бессовестно по пути на глазах у всех целовать. Не заметит никто ничего, да и ты вряд ли что-то поймешь. Просто я, чтоб побыть с тобой, превратилась сегодня в дождь. Мне очень хорошее письмо пришло. Добрый день, дорогой. Дожуйте сексопильный Степан. Пишет вам очаровательная длинноногая блондинка с длинными нарущенными и завитыми на бегуде волосами Оля из Санкт-Петербурга. Серьезно, вот ей крест. Я влюбилась в ваше необычно противное личико не сразу. Твои руки каждый вечер доводят меня до такого состояния, что я забываю про все на свете. И мне хочется сорваться с дивана и прыгнуть на телевизор. Клянусь. Твои уши хочется целовать и целовать. Твои зубы просто оборожительные. А от твоих волос на ногах просто бросают в пот. А когда по телевизору показывают, как ты паришься в бане, я схожу с ума от зависти. В общем, целую тебя крепко. Дорогая Настена, меня зовут Артем. Мне 8 лет. Город Брязна. Каждый день я смотрю на тебя на экране телевизора. Из всех девушек ты самая красивая и самая веселая. Я хотела бы попасть на прыг, чтобы побыть с тобой рядышком хоть день. Когда я вырасту, я приеду к тебе и увезу тебя далеко-далеко. Да, где не будет Сэма. Сэм прикольно, правильно, но я вырасту и стану лучше. Пригласи меня на свидание. Ему 8 лет, умеет уже пользоваться компьютером. Молодец, Мальчик. Пишет из Краснодара. О, из Краснодара. Алифтина. Степашечка, привет тебе. Пишет тебе Чучхелка из Краснодара. Я немного страшненькая, но смотря на ваши долгие отношения с Водонаевой, я поняла, что внешность тебя не волнует. Как, впрочем, и внутренний мир. И вся эта чепуха. Страшная любовь к тебе затмевает мой мозг. И так слабенький. Я не могу понять, что тебе нравится в девушке вообще. У нас с тобой много общего. Ты, Кащей, бессмертный, а я, Баба Ёшка. Надеюсь, что в недолгом будущем ты переберешься из змеиного царства ко мне в чудную избушку на курьих ножках. И, пожалуйста, пупсичек, прихвати с собой обогреватель. Целуй в ушко мой тигренок. Спасибо большое. О, приятно. Какое приятное СМС. Итак, а сейчас наши уважаемые двойняшки прочитают признание хором 3.15. Привет, сестры-близняшки. Пишет вам зритель вашего реализа шоу Дмитрий и Денис. Решили вам написать заявку на участие в шоу. Живем мы в Великобритане, в городе Ташкент. Мы близнецы. Разница 5 минут. Год рождения 1976, 4 марта. Думаю, очень интригую отдельное щи. Будет выглядеть, если теперь появятся близнецы-братья. Так же ждем ответа. Вот не знаю, нужно ли отправлять фото, но, к сожалению, на компе нет. Если необходимо, то напишите. Заранее спасибо, до свидания. Так, видимо, они из вас в следующий проект. Ну что ж, пусть близнецы ждут ответа, как слове ей лето. Ты сегодня весь день провел с Аленой? Да. А теперь скажи честно, ты в нее влюбился? Да. Ей в глаза мне-то чего? Вородулька. Да. Подойди к зеркалу, я хочу посмотреть, кто из нас. Пара в десяти выглядит. Ну подойди сюда, подойди. Ну подойди сюда. Послушай, какая у дворняшки может быть родословка? Ну подойди сюда, дворняшка. Иди сюда. Да я про тебя. Да ну нафиг. Иди сюда. Смотри. Мне кажется, что рядом со мной тебя немножечко не видно. Точно. Представляешь, я тоже думаю, что такой красивый мужчина делает рядом с тобой. Не в бане. Вошли вместе. Ты знаешь, что я... До меня нельзя дотрагиваться руками. Почему? Ты знаешь, что до меня нельзя дотрагиваться руками? Почему ты трагиваешь? Она болеет руками. Я ничем не болею. Почему до тебя нельзя дотрагиваться? Ногами. Смотри, он дотрагивается до меня, Наташа. А? И ногами нельзя. Я сейчас натравлю хомяка Оскар. Леша. Как не стыдно. А я... Будешь со мной заигрывать, отрежу тебе... Уши. Да, уши. Мы уже практически собрались в путешествие. И с удовольствием заберем одну из этих девушек с собой. Бородулька, а нам предлагаю присесть на дорожку. Встречайте. Ксения Бородина. Ладно, Натусика сегодня не будет с нами на лобном месте, так она собирает вещи в свадебное путешествие. Потому что по окончанию лобного места Саша и Наташа улетят в Италию. Алексей, ты сегодня весь день провел с Аленой? Да. А теперь скажи честно, ты в нее влюбился? Ну, мне симпатично. Глядя ей в глаза, скажи, пожалуйста, ты в нее влюблен или нет? Да. Ей в глаза, мне-то чего? Глядя, Дулька. Да. Микрофон Алене, пожалуйста. Ну, тот же вопрос задавать не буду. Наверное, это немножко некорректно. Но есть ли шанс у Алексея быть с тобой? Этот вопрос тоже задавать некорректно, Ксюша. Он тебе нравится? Ну, он мне симпатичен, он мой друг. И мне очень приятно с ним общаться. Мы проводим очень много времени вместе. И у нас много общего. Но я к нему отношусь как к другу. И это, честно, мне нравится. То есть он просто друг и ничего больше? Я его воспринимаю как мужчину, если быть честной. Угу. Но я отношусь к нему как к другу. Ты знаешь, вот друг сегодня всячески пытался, чтобы ты села рядом с ним. Даже вот отпилил, да, по-моему, бревно ты тут пилил, Аленкина. Тем не менее ничего не почувствовала. Я чуть не убью. Ален, скажи, пожалуйста, почему ты продолжаешь сидеть рядом со Степой? Я продолжаю сидеть на своем месте, Ксюша. Уже нет. А ты не хочешь пересесть к Алексею? Я сижу рядом со Степой, я сижу на своем месте. Если Леша хочет сидеть рядом со мной, то почему я должна к нему идти? Мне кажется, если гора не идет к Магомеду, то ты, если хочешь сидеть со мной, вот здесь есть свободное место. Но пилить бревны, и действительно, я сейчас очень высоко сижу, и мне даже неудобно. Леша, а ты не хочешь попросить Степана пересесть, чтобы он сел рядом? Нет, Степан взрослый человек, он привык, наверное, к этому месту уже, как и Алена. Они сами вольно распоряжаться, где им сидеть. Навязывать что-то я никому не хочу. Да, просто распилить бревна, навязывать не надо, просто взять. Понимаешь, ты меня попросила его убрать на место, местами принимать. Это невозможно уже, просто там гвозди трехсоток торчат. Их заколачивал наш общий друг Давид. Спасибо, Давид. Ну что же, Алена, значит, таким образом, судя по тому, что ты сказал, у Алексея, кроме как на твои дружеские симпатии, рассчитывать больше не на что. Я не знаю. Откуда я знаю? Ксюша, дело в том, что я 4 или 5 дней назад рассталась с мужчиной. И сейчас я не скажу, что мне плохо или как-то я страдаю. Я это решение приняла давно и осознанно, то есть без эмоций, без истерик. Я реально очень хорошо чувствую себя сейчас одной, то есть свободной. Я там как-то в своих мыслях, там в душе у меня какие-то перемены. Но я не могу, если вот быть откровенной, сейчас что-то загадывать. Я сказала, что Алексея я воспринимаю как мужчина. Хорошо, спасибо большое. Так, хочу дать микрофон Юле сейчас. Юль, совсем недавно у тебя с Алексеем налаживались отношения. Каковы они теперь? Как бы я к нему ничего не испытываю. Человек мне просто безразличен. Я к нему отношусь просто как к другу, да? То есть буквально вчера ты мне сказала о том, что у нас все нормально. Нет, ну это было нормально, как бы с его стороны были какие-то действия. Но даже тот поступок, эти поступки, что он проводит больше времени с Аленой, меня не задевает. То есть я не ревную, я не беспокоюсь. Мне это как-то все равно. Поэтому... Ты даже пренебрежительно к нему относишься? Нет. Почему? Да. Ну как ты так? Вот так сделала? Это кажется вам так. Это что значит? Это и так кажется, это на самом деле не так. Хорошо. Ну что ж, приступаем к голосованию. Но прежде чем мы начнем голосование, давайте дадим девчонкам возможность высказаться. Хочешь что-нибудь сказать? Может быть на прощание, может быть и нет. Я прощаться не собираюсь. Больше ничего не скажу. Я сегодня остаюсь. Хочу сказать спасибо, потому что я провела вообще замечательное время. На прощание, видимо, говоришь спасибо. Да нет вообще. Ну может быть и на прощание заранее. Вот. Хочу сказать Степке спасибо большое. За что? За то, что этот человек больше всего уделял нам внимание. Ну и наверное еще в силу того, что ему пришлось остаться с нами. Да и вообще, я больше всего с ним пообщалась здесь на проекте. Из всех. Мне понравилось. Итак, начиная с Алексея, мы оглашаем свой выбор. И говорим, естественно, почему мы оставляем этого человека. Имя и почему. Я сегодня пообщался с обоими девушками. С обеими. С обеими. С собой. С собой. Но свой голос я даю Марине. Почему? Ну мне кажется, что этот человек более как бы оптимистичен. Или что поскорее сбагрить Степку к Маринке. Да можно и поскорее Степку к Маринке сбагрить. Отлично. Ну как хотите, в принципе, так и думайте. Маюша. Это будет Марочка, но... Простите, кто? Марочка. Это будет Марина. А, Марина. Мара. Хорошо. Марина. Несмотря на то, что как бы она хочет строить отношения со Степаном, для меня женщина Степана является Аленой. Будет оставаться такой, так же, как и наоборот. Но все равно хочу поддержать Марину. Спасибо. Рома. Я проголосую. Да. С Мариной. Почему? Не знаю. Мне нравятся творческие девушки. Александр. Голосую за Альбину. Сэм. Я, соответственно, свое предпочтение отдаю Марине. Потому что Краснодар форева. Землячка. Извините. Как в армии, да? То же самое. Если из одного города, значит дружи. Это в обязалке. И вообще, хорошая девочка. Спасибо. Давид. Я присоединяюсь к Марии. У нее есть определенная цель. И она очень хочет этого достичь. И я за нее. Понятно. Спасибо огромное. И последнее слово за Степаном. Это тот человек, который девчонок знает лучше всех нас взятых. То, что весь вчерашний вечер он с ними общался. Несмотря на это, я уже выбор сделан. То есть, кто остается. Я просто хочу поддержать Альбину. Тем более, что она тоже приехала ко мне. Ну что ж, Мариночка, пять голосов. Альбиночка, всего лишь два. Ну, только не расстраивайся, ладно. Вот. С нами остается Маришка. Давайте поаплодируем. И дадим слово Альбинке. Альбин, не ожидала? Думала, оставит. Да нет. Нет, все нормально. Правда, спасибо вам большое всем. Ну что ж, мы сейчас все идем провожать. Альбину. И увидимся с вами завтра на телеканале ТНТ. И это был телепроект Дом-2. Построй свою любовь. Ступка переживает. Ну, тебе нам поговорить не о чем больше. Есть о чем. Ну-ка, сейчас я тебе выскажу все, что ты мне сказал на лобном месте. Ой. Ну, мне понравилось. Знаешь, последнее завершение? А, ну, отношусь я к нему, как к мужчине. Думаю, боже мой, а. Алена... Хочешь в щечку поцелуй? Давай. Сама Алена Водонаева сказала мне, как я ждал, дворняшка беспородная. Знала эту манюшку. Ну, что-то. Это же здоровье. Ну, что? Я так себя чувствую хорошо. Почему? Потому что бревну спер. Я на нем сижу. Я на нем год сидела. Я все равно его выкраду. Я спилю его ночью. Ханя, ты спил, как трактор. Как охранительский грузчик после смерти. Ты что, офигел, что ли? Я не храплю. Я же не храплю. Лоша, ну ты что говоришь? Это самый прекрасный грузчик. Вот это комплимент я выдаю.